Хочу показать особенности окраса блокчак у меня в этом году. Вот посмотрите, он такой вот цветной. Один плод, второй плод. Вот эти плоды такие зубчики, как бы полосатенькие. Смотрите. В этом нет ничего необычного. Я к чему веду этот разговор? То есть желающие переменовывать сорта. Типа мутантный, блокчак мутировал, баригатный. Как я видела в одного итальянского анжировода коллекционера. Обычные сорта вдруг стали баригатными, потому что вот эти полосочки появились. Вот это не сортовой признак. Ну вот так. Такое у нас удобрение, видимо, было подобрано. Солнце было такое. Вот что. Немножко цвет изменился. Но это ничего не значит абсолютно. Вот прямо-прямо мутантная дама. Колдедам, посмотрите. Вот у английского анжировода вот такая мутантная дама. Колдедама мутант такого отраса. То есть обычный блокчак. Вот у меня пошло активное созревание царя Абширона. Теперь его ежедневно собираю. Ой, смотрите, птички наклюнули вас здесь. Хотел аж похвастаться, что у меня птицы не едят инжир, а слово вообще. Но вот здесь, видите, у меня нет банки. Это фермер банки, которые я понавешала на инжиры. И вот, пожалуйста, птичка наоткусила. Вот идет созревание. Вчера я отбирала его на варенье. Но сегодня соберу. Вот тут тоже птичка наоткусила. Надо срочно на что-то вешать банку повесить. Не знаю, вот здесь тухая веточка. Сейчас придумаем. Вот, а вообще предохриняют хорошо эти банки. Если вы думаете, что у меня вообще птиц нет, то это не так. Они есть. Они вот тут вот греются на этих обрубленных деревьях, активных. Вот, но в сад спускаются очень осторожно. Очень осторожно. Вот сюда точно не спускаются. Здесь много банок у меня. Ну и птички вот такие у меня есть, охранники. Вот такие птички охраняют плоды. Вот. Пойду искать пустые банки. Надо срочно-срочно предохранять. Вот здесь одна банка висит. Вот одна банка. Всего. И вот здесь плоды не погрызаны, не надкушены. И вот здесь одна банка. И в принципе, все здесь целенькое. А на советскую, ни одной нет. Мой недосмотр. Срочно надо исправлять ситуацию. Добрый день всем. Суббота. Семь утра. Я уже выгулила собачек. У меня их пять штук. Я их выгуливаю рано, чтобы не мешали соседям спать. Чтобы не просились в туалет. Заранее вывожу. И у меня утренний обход сада. То есть, это ежедневная утренняя процедура. Вот. Инжиров спеет по-прежнему очень много. Вчера я насушила полную трехлитровую банку. Так. Это немало инжиров пришлось переработать. И это каждый день. Инжир спеет. Инжир крупный. Вот. Бладжак радует. Потому что он именно такой, каким я его хотела видеть. Наконец-то. Наконец-то. Вот он он. Вот он он какой. Немножко цвет в этом году на всех сортах. Несколько отличается от того, какой мы привыкли видеть на фотографиях и на картинках. Это не только у меня. В Америке тоже пишут, что как-то странно цвет в этом году инжири набирают. Но тем не менее, это именно такой вот плоский плод. Плосковатый. И такой вот сиренево-розоватый. То есть это то, что я увидела у малайзийцев. Это то, во что я влюбилась. Так. Ну это я хотела сегодня показать вам сорт Джек. Старый венгерский сорт. Вот. Я его получила из Англии. Из питомника. Вот. Я много сортов оттуда получала. И предыдущие годы... Год он рос в горшке. На нем было в контейнере, по-моему, 2 или 3 плодика всего. Потом я его высадила в открытый грунт. Тоже он дал немного плодов, но они не вызрели. В прошлом году частично вызрели. Вот он у меня третий год в открытом грунте. Третий год. И вот посмотрите, как изменились плоды. Во-первых, размер. Посмотрите, какой размер. Вот какой симпатичный. Ну это крупный. Это 60 граммов, я думаю. Ну пусть 55. Вот он, смотрите. Вот на ладони лежит полностью. Просто он еще твердый, незрелый. Вот поэтому я его не срываю. Но я уже генплод съела. Почему не сфотографировала? Потому что он у меня упал. Я прозевала его собрать, и он у меня упал. И валялся вот здесь на дорожке. То есть вкус тоже изменился. Значит, изменился размер, изменился вкус. У него был такой пустоватый, как говорят англичане, слеповатый вкус. То есть не совсем ярко выраженный. Но, но, но в этом году вкус карамельный. Посмотрите, по цвету даже браун-туки похож. И на блок-джак, и на джек. Хотя это абсолютно разные сорта. Как-то я же говорю, в этом году как-то у меня цветность интересная получается. Не полностью раскрывается. Так, ну и я обещала рассказать про сорт Коромб и Виолет де Сальез. У меня были вопросы. Ну вот у меня самое старое дерево в моем саду. Это самое первое дерево. Пятый год ему здесь. Пятый год он в открытом грунте. И в общем, это моя неудача. В том плане, что вот он посажен в тени. Видите, даже когда вот солнце здесь, ну одна ветка там освещается. А потом вот этих деревьев вообще нет, 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 нет просвета. Вот до самого вечера. Вот до четырех, до пяти часов. И то потом за тополь прячется солнышко. И вот отсюда поздно вечером слегка попадают лучи. Поэтому, конечно, на нем, я бы даже вообще сказала, никакого урожая нет. То есть он, конечно, есть. Воды, конечно, есть. Но они и поздно завязываются вот здесь. И их так мало, что назвать это урожаем, извините, у меня рука не поднимается сказать, что я получаю урожай с этого коромба. Вот. То есть, ну вот так надо ходить по еточкам, разыскивать, где там два-три плодика висит для такого дерева. Понимаете? Поэтому я его, конечно же, сделала воздушной отводки с него и пересадила в два контейнера. Вот. Где я два года с него получаю вкусные плоды. Ну вот в этом году у нас было экстремальное лето, была засуха и не было полива, так как я в отпуск уезжала, муж поливал плохо. То после моего возвращения с отпуска я вообще никаких плодов на контейнерах не обнаружила. Но при достойном уходе плоды появились и так как у него короткий срок вызревания у этого сорта, то несмотря на то, что поздно появились, они у меня вызреют. Вот. Вот. Я думаю, что к концу сентября или к первой декаде октября они должны вызреть. То есть, у меня два контейнерных. Вот один в полисаднике и один вот здесь. Это Нуар де Корон. Вот. И, конечно же, я высадила еще один в открытый грунт. Вот сюда. Высадила я в прошлом, по-моему, году. Не думаю, что в позапрошлом. Ну, не уверена, давайте скажем так. И вот какой шикарный куст здесь. Посмотрите, какой шикарный куст. Надо, конечно, его обрезать, проредить все это. То есть, шикарная вегетация, но плодов в этом году на нем нет. Но я гарантирую, я уверена, что на следующий год плоды будут, и он меня порадует большим количеством. Так, это среднее по срокам созревания. Это средний сорт. То есть, он где-то, брэба у него в июле в конце созревает. И основное урожай, может быть, в конце августа. Ну, я же говорю, в этом году не было на нем вегетации вообще никакой. И только после моего возвращения начали вот эти веточки, вот которые свеженькие, коротенькие, отрастать. Я показывала это раньше, когда приехала с отпуска, говорила, смотрите, совсем никакого прироста. Ну, вот прирост пошел, а плоды завязались. Дальше второй сорт Виолет де Сальез. У меня их тоже два экземпляра. На одном было два крупных плода. Плода, это на том, который был с легким разгоном на веранде. Но он вызрел без меня, так как был разгон, то плоды вызрели мое отсутствие. И вот второй экземпляр. Вот, это Виолет де Сальез. Плодов много. Это поздний сорт. Плодов много на нем. Вот, но пока они вызревают, потому что этот экземпляр был без разгона. Если не считать разгоном, вот эту тепличку неотапливаемую, или парник, все время путают два этих названия. Вот она здесь, видите, тоже одна в тени, большую часть времени, вторая более солнечная. Вот в этой в теневой, у меня некоторые горшки провели зиму. То есть, ну, там два градуса разница, наверное, с уличной температурой. Вот, то есть, тут, ну, я бы не назвала это разгоном. Вот, плоды, вот, пожалуйста, то есть, они, видимо, тоже дни, недели через две, может быть, вызревают. Ну, не важно, через сколько, главное, что вызревают, и плодов много. Ну, вот это была такая просьба рассказать о двух сортах. Ну, пока я здесь вот на Политана Негра весь в плодах. Вот он долгоиграющий, то есть он, у него период созревания более длительный, чем у Нуара де Коромбо. Он давно уже вот такой крупный, и все никак не нальется. И спасибо Елене за морок 23. Вот сколько плодов на нем, это из черенков этого года. Вот, посмотрите, сколько плодиков. Он замечательный должен вот-вот вызвать. Ну, это вот мои ответы на вопросы. Видео затягивать не буду. А в следующем видео я расскажу, как я ухаживаю за контейнерными инжирами. Потому что здесь, конечно, особый уход. Он очень отличается от открытого грунта. Если в открытом грунте я практически ничего не делаю. Поливаю раз в месяц. Может быть, потому как у нас дожди бывают. То, в общем-то, никакого ухода, можно сказать. И подкармливаю раз в год. То контейнерные приходится и поливать часто, и подкармливать. И вот видите, у меня много сортов в открытом грунте. Просто я не рассказываю про них пока еще. Не рассказываю. Потому что пока тут нет плодов. Чего рассказывать? Когда будут плоды, тогда буду и рассказывать. Вот, их тут много. У меня около 30 сортов в открытом грунте. То есть, не раз-два и обчелся. Вот они. Ну, вот здесь скажу. Бибера прета. Потому что на ней много плодов. Вот, это бибера прета. Пожалуйста. Ну, и вот здесь белый марсель. Вайдар жентай. Белый марсель. Вот, тоже он урожайный. В прошлом году мне много дал. А это марсель я показывала с плодиком. Это МБВС. Марсель селекции МБВС. Вот, я показывала с контейнерами. Успелые плоды были у меня. А это в открытом грунте у меня сорт. Ну, и вот этот еще покажу. Это Альнянский 258. Получила его я с Украины. В Украину он пришел от Венефит из Англии. Вот он дает мне один плодик. Он вот саряб-шарун зреет. Ну, вот так вот. Короткий ответ на короткий вопрос. На следующем видео расскажу. По уходу за контейнерными инжирами. Вот, так что. Следующее видео будет интересно и полезно для многих. Особенно для новичков. Вот, разревают еще плоды. Вот, один растрескался. Самоплодный сорт от Франческо Лауса. Ну, что, попробую скрыть плод. Вот так. О-ля-ля. 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 Вот такой у нас красавчик Джек. Вроде в прошлом году коричневатая мякоть была. Смотрите, какая прелесть. О-ля-ля. Ну, я не знаю, как такой вкус. Может не понравиться. Вкусный. Вкус варенья. Инжирного варенья. В общем-то, замечательный вкус. Сочность какая, смотрите. Бесподобный.